приветствую вас гости и подписчики канала прорейсинг новые подробности о gta 6 все больше и больше слухов и мифов расползается по сети интернет об игре которую очень ждут преданные фанаты да и просто любители желающие провести огромное количество времени в этой серии grand theft auto ярые фанатики рыщут в интернете пытаются найти хоть какие-то достоверные факты которые докажут хоть что-нибудь он о gta 6 естественно разработка gta 6 ведется фактически с того момента как вышла gta 5 далеко в 2013 году но как обычно в традициях rockstar ничего показывать и не рассказывать вплоть до официального релиза ну давайте мы из всех этих слухов официальной информации конечно же нету но из всех этих слухов мы создадим логическую цепочку чего ждать чего ждать в новой gta 6 когда она выйдет вопрос номер один дата выхода по слухам в сети интернет 2020 году она должна выйти она должна выйти 2020 году с релизом playstation 5 также как это было в 2004 году когда вышла легендарная gta san andres с тремя городами это был фурор это был прорыв в этой сфере игр это просто было фанаты были в шоке от такого чего нам не хватает в gta 5 создадим логическую цепочку что же будет в gta 6 от чего нам не хватает вот смотрим на карту вот у нас есть штат сан-андрес также как и в gta 5 вот у нас есть штат сан-андрес вот он город лос-сантос мы видим лос-сантос это лос-анджелес если в реальность перевести вот гора чили также на карту смотрим да было бы идеально по логической цепочки в gta 6 добавить город лас-вентурас вот он лас-вегас и город сан-фьера это сан-франциско это будет логическая цепочка в gta 6 я считаю это мое мнение было бы замечательно если бы добавили вот эти два города а те слухи которые распространяют уже вот несколько лет о том что будет добавлять город вайс-сити liberty city тут логики никакой в этом нету потому как эти города находятся друг от друга в полете на самолете так скажем потому что в одной из миссии в gta вайс-сити как вы помните олдскулы в одной из миссии есть где из вайс-сити то университи летит в либерти сити на самолете есть такая миссия вот миссия такая имеется по логике по логике вещей по логической цепочке нельзя будет установить на одной карте вайс-сити майами и liberty city нью-йорк эти города слишком далеко находятся друг от друга поэтому есть большая вероятность что gta 6 будет добавлено еще два города а если еще они добавят какую-нибудь из миссии карла джонсона сиджея этого черного брата нашего с 2004 года это будет такой же фурор как вот в мафии 3 когда добавили вито скалета третью часть это этого игроки ждали они ждали что он вернется они ждали джо барбара что он вернется и это было приятно конечно когда я увидел вито скалета и джо барбара живого в конце также будет приятно я считаю увидеть и карла джонсона в какой-нибудь миссии вот допустим взять пустой шантри это 5 вышла на пустой шантри 2013 году заработали на этом деньги rockstar затем gta 5 вышла на playstation 4 опять они заработали денег на этом но как заявила сони что что так как заявила сони то что игры которые были приобретены на playstation 4 перейдут автоматически с аккаунтом на playstation 5 то есть игры не надо будет покупать заново вот такие вот дела вот такая вот логическая цепочка можете написать свои версии в комментариях чего вы вообще ждете от gta 6 и по поводу того что опять же слух ходит что это будет gta 6 эксклюзивом для playstation 5 также как было с gta сан-андрес 2004 году когда вышел gta сан-андрес она вышла первый год она была исключительно на playstation 2 gta сан-андрес я помню когда я приходил в училище у меня было пустой шан-два и меня все спрашивали ну как gta сан-андрес как я им рассказывал когда еще не было таких youtube каналов youtube канал в 2005 появился и мне просто приходилось рассказывать вот что там три города там ниггерские банды там вообще круто все также было бы круто официально вангую gta 6 выйдет эксклюзивом на playstation 5 в котором будет три города лас-вентура сан-фьерро и лос-сантос подписываемся на канал ставим палец вверх и ждем gta 6